так друзья у нас мы наладили связь с это было нелегко с находящимся в транзите не скажу где геннадием гудковым бывшим депутатом госдумы пана геннадий витая вас вы вы с нами да я вас вижу слышу всех приветствую кто нас тоже видит слышит я вообще-то нахожусь в трансильвании а вы можете сказать трансильвания прекрасно связь потрясающая с вами геннадий я нашел то место где она все-таки есть к сожалению не получилось связать вас вместе я хотел чтобы вы включились там эфир тут только что сидел ахмед закаев известный вам и вот я и мы его приветствовали да мы 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 приветствовали вас в том числе с решением верховной рады верховной рады украины которая признала его считаю поддержала проект постановления о признании чеченской республики чкерия временно оккупированной российской федерации и осуждение геноцида чеченского народа хотел бы услышать ваши комментарии что вы думаете по поводу этого решения не насчет геноцида чеченского народа он точно был его точно надо осудить и там действительно с особым зверством усиляли людей там по моему до 30 процентов 25 22 25 а также 30 процентов погибал из тех всех кого отправляли страшная трагедия чеченского народа ну что касается самого постановления ну качество ответный какой-то меры в качестве ответа на идиотское постановление о признании государственной думы де оккупированных территорий украины российскими субъектами федерации но может быть качество ответного сага это еще возможно никакой юридической силы конечно ни одно ни другое действие не имеет а геннадий вот в недавно вы сказали в одном из своих интервью украинскому каналу что освобождение херсоном херсона начнет будет к началом конца или может быть даже сказать концом начало как сказал черчилль эпохи путина то есть сейчас на самом деле тут целый ряд мнений на этот счет во первых почему это актуально сейчас уже и западная разведка и даже сами российские генералы то ли в том числе в лице свой суровикина намекают что до дела дрянь возможно правый берег херсона точно нужно будет покинуть и с этим вопрос насколько это будет более для плотина и левой тоже левой покинуть но хорошо а насколько действительно это будет ударом все-таки путин же в любую историю переворачивает у него все вся пропаганда под пятое ему неважно вообще он лепит абсолютно альтернативную реальность или вы считаете что все тут намного не имеет значения для его судьбы это не имеет никакого значения путин зависим от двух факторов первый это внешний мир и второго его собственные элиты вот это те два фактора которые влияют на его долговечность политики и длительность жизни поэтому чего бы он там народу на какие бы какую бы лапшу народу на уши не вешал пусть даже и поверит что он там под херсоном не проиграл а победил пусть он вообще так сказать верит что он там великий матч всех времен народов для его продолжительности жизни и политической карьеры но я имею ввиду окончания политической карьеры это не имеет ровным счетом никакого значения все умные люди путинских же элитах им же взрочные им же накормлены так сказать коррупционными всякими потоками они ему они это все понимают вот им бесполезно вешать лапшу на уши они снимают немедленно моментально и первое что они скажут что акелов очередной раз промахнул и это уже будет не первый промах это уже будет даже не тревожный звоночек тревожный звоночек это было перегруппировка и отступление российских войск под харькова киева и так далее это был тревожный звоночек потом была большая неудача и первое поражение это наступление под харьковом а сейчас от коренной перелом войне и тут уже никому на уши на уши лапшу не повесишь можно только вот этой быдловать они там сколько угодно будет носить еще и гордиться этой лапшой но у нее такая участь такая планета мозг атрофирован тут уже ничем не поможет человек отличается от животного мира мозгом способность критические мысли люди которые не способны это делать в общем то лучше бы они были собаками был больше пользы поэтому ну или каким-то другим полезными животными поэтому вот здесь уже не пройдет обман здесь элита будет понимать что акела два раза промахнулся один раз обосрался извините за непарламентское выражение что с этим что-то надо делать он лишил их всего перспективы с ним никакой они уже не будут видеть совершенно от слова то бюджет как мы там горми хотели игр ругает нас литерат вот от слова там абсолютно никакого смысла связывать свою дальнейшую судьбу путем не будет и они будут принимать меры какие когда но мы потом когда-нибудь может узнаем но в любом случае это будет серьезным детонатором внутренних противоречий внутренних расколов внутренней озлобленности внутренней ненависти и так далее и тому подобное геннадий вас можно считать по праву вы были частью этой вот элиты и вы вопросы такой вот вы продолжаете если не против ответить это у вас есть все равно связи с этими людьми и вы которые там остаются по крайней мере с некоторыми вы держите руку на пульсе их настроение правильно ну я не буду там надувачок и говорит что там ко мне на поклон ездит представитель кремля но кое-какие контакты остались кое-какие представители с нами общается а сейчас их стало больше я вот ловлю себя на мысли что они приезжают за рубеж и встречается с нами с оппозицией причем я не только один гудков рядом что каждый более-менее заметный значимый представитель оппозиции может этим так сказать может это подтвердить они приезжают еще и выговорится они не могут стране не с кем общаться а вот здесь они могут для них это вот тоже очень важный психологический фактор они хоть могут о своей позиции они могут выговориться они могут все сказать про Путина, что они думают. Они могут все сказать, что про ситуацию. Они могут ругаться матом. Они могут посылать там кого, куда его... Причем путинская элита, ненавидящая Путина, кроет его такими словами, что оппозиция еще и не снилась. То есть у них чувство гораздо острее и злее, чем даже наши. Ну вот я просто, к чему я подводил, потому что все-таки вы говорите про быдло-массу, им можно лапшу на уши вешать, и они верят, возможно, в какую-то необходимость священной войны, но это тоже вопрос, насколько они верят и готовы на это идти и за ней умирать. Но вы говорите, что элит... Не, не, опять-таки. Да. У меня вот очень большая, ну, как бы, большое желание все-таки ну, довести информацию до вашего начальника главного разведного управления, ГУПА он называется, да, он дал псимистическую оценку, он сказал, что там боюем не с Россией, а с российским народом, чуть ли там не 82 или 86 процентов поддержат Путина. Это абсолютно не соответствует действительности. Ага. Вот тут опять-таки дурацкий оборот русский, от слова совершенно, от слова абсолютно не соответствует действительности. Ну, допустим, мы даже берем ту же статистику вот этой могилизации. 200 тысяч, может быть, может быть, 200 тысяч призвали, может быть. Не уверен. Но миллион с лишним сбежал. И если мы говорим сейчас о гидре, про поддержки, которая есть, не стоит скрывать, оно есть. У нас людей с отмороженными мозгами, бессовестных, бесчестных и прочих, их достаточно много. Я думаю, что сегодня в среднем, так сказать, по кругу, если по стране, но я думаю, что процентов 20-25. Это большая цифра. Большая цифра. Но 75 или 80, это совершенно вовсе не активные сторонники войны. Наоборот, там больше половины это люди уже, которые начали серьезно сомневаться, их убеждения пошатнулись. А там процентов 30, как были противниками жесткой войны, так они только пополнили свои ряды. И вот совершенно очевидно, что сейчас уже наступает та пора, когда Украина воюет не с российским народом, поверьте мне, поверьте мне, она воюет с путинским режимом, с тех, кому ему удается сделать, так сказать, опоры этого путинского режима. И это меняет ситуацию, поэтому у Украины есть абсолютно все шансы победить в этой войне. Не просто все шансы, а я считаю, что, ну, абсолютно, так сказать, разбетонная возможность победить и диктовать условия. Геннадий, ну, я должен вас отпустить, я знаю, вы в дороге, надеюсь, что сможем более подробно пообщаться уже, когда вы прибудете. Мне еще 400 километров надо до 11 часов. Пожалуйста, будьте очень осторожными, хорошо? Я постараюсь, да. Всем удачи, терпения, здоровья, хорошего настроения, берегите себя. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, Геннадий Гудков был с нами.